Здравствуйте, друзья! Сегодня 22 февраля 2021 года. Утро, за окном снег, а я продолжаю свои рассказы. В данном случае этой публикации я обязан главному редактору журнала «Вестник садовода» Александру Алексеевичу Вебряку. Вот, значит, он почтил меня своим вниманием на моем семинаре в Москве лет 10 назад, уже точную дату не помню. После этого он написал вот эту вот статью, я сейчас вам процитирую. Итак, поехали. Значит, вот это вот я от себя добавил. Я как хакас, что вижу, то пою. Хорошее вижу, его пою, плохое вижу, тоже не молчу, Железов. Теперь далее идет текст главного редактора «Ребрика». Поражаюсь целеустремленности, работоспособности, упорству, наблюдательности выдающегося садовода. Спасибо за эти слова. Жаль, что об этом не знает Академия наук, которая высылала все лучшее, что у меня есть, но как-то, видимо, читать им было лень. Или некогда. Так, лучший, в скобках, лучший плодовый сад России, Сибиряк Железов. Валерий Ковцынович Железов, гражданин Российской Федерации, житель города Саногорска, бывшего металлургана, ныне пенсионера. Хозяин участка земли у берега Енисея, владельца питомника, основатель на основателя опытного садоводческого хозяйства. Так, что тут еще? Любящего, надежного, домовитого мужа. Спасибо отца благоразумных сыновей, дедушки счастливых внуков. Себя он так определяет. Самый провозглашенный авторитет. На самом деле, авторитет общепризнан. Подчеркиваю, среди садоводов-любителей общепризнан. Науке не признан вообще. Ни грамма, ни капельки. Несмотря на все мои попытки подружиться. Сколько же он написал и наговорил за годы, которые я его знаю. Книга «Как перехитрить климат» с авторством и Курдюмом. 350 статей, множество выступлений, живое общение, переписка с сотнями садоводов. Со всех пор это все может цифру удваивать. Много мы успели напечатать вестники садовода. Многое выложили на сайте в его именной рубрике. Так, ну-ка нажмем, где моя рубрика там. Посмотрим, мне сам стало интересно. Ага. Вестник садовода. Вот она. Вот моя страница. Ясный жердер, его загадочные абрикосы. Ещё раз повторяю, единственная из крупных садоводческих изданий, которая вела и начала меня пропагандировать. За это огромное спасибо Александру Алексеевичу. Огромное. Так, ну а дальше видеоуроки, лекции и всё-всё-всё. Так, возвращаемся с моей трибуны. Так, и я здесь разместил, ну тут уж киво, эту свою фотографию. На тот момент это была вершина, с тех пор ещё крупнее были. Но это снимок уже за 10, как раз в ту пору. Вот и это тоже. А нет, это уже книга моя, «Северный сад. Сотворение чуда». Маленький тираж, давно разошлась по рукам. Вот, опять же, не произвела никакого открытия, потому что книги мной посланы, в том числе и это, послана президенту России, президенту Белоруссии, этим самым, министерству и прочее. Это, знаете, видимо, с географией плохо. Краснодарский край спутали с Краснодарским. Потому что, в конечном счёте, чтобы отсослали и забыли, и забыли, подчёркиваю. То есть, никакой обратной связи в институт, который называется Северо-Кавказский. Кавказский, по-сёте. Северо-слово, пусть вас не пугает, это Краснодарский край. Северо-Кавказский, НИИ, научно-исследовательский институт. И там всё это исчезло. А потом туда пригласили. Это я смотрел балделых сайт. Пригласили Медведева. Медведев ходил, смотрел. Его угощали тем, что... Ну, это то же самое, что пригласили бы на завод Запорожец. Вот. И посадили на Запорожец. Или покатали и сказали, вот это наше достижение. Или посадили бы на этот самый, на, как его называют, выкидок Жигулей АКУ. Покатали, а он с умным видом сходил, и смотрел, его угощали. И спросить, где ваши абрикосы и персики, он как-то не догадался. Видимо, это считается нереальным. Вот. Дальше цитирую Ребрика. Долгое время своего опыта, знания, открытия. Железов передавал людям с помощью пера и шождался. Наконец, телевидение, управляющее мозгами населения Федерации. Бросит заниматься ерундой. Перестанет болтать об импортозамещении. А насчет учить людей серьезного делу, в том числе и садоводству. Он верил, это я. Он, это я. Что вот-вот пору цветения или созревания плодов приедут его сад лучшие комментаторы, операторы. Все поймут. Все, и сад, и самого садовода покажут наилучшим образом. Убедят всех, и поднимутся телезрители с теплых диванов, и двинутся на свои запущенные участки, и начнут превращать их в сады, приносящие плоды и радость. Мой комментарий такой. Знаете, горько говорить об этом. Уже даже если меня покажут по центральному телевидению, не как очень скромно показал телеканал «Культура Москва», а по-настоящему быть, да, объявить, что это все сенсация, что это, может быть, скажем, в саду, вот, и у меня доказательств в море, все равно ничего уже не сделаешь. Все. Народ. Сейчас в другой фазе. Другая фаза. Страшная фаза. То, что называется. Нет, не буду. Ждать пришлось долго и напрасно. Откликнулись, и то, слава богу, только Красноярское, Шушенское телевидение. Центральный молчит, страна отдыхает. И решил железо дойти до каждого самостоятельно. Нашел технику поморщиков. И за полгода «Мертвого седрона» создал полсотни видеоуроков, адресованных живым, творческим, мыслящим людям, которых еще немало в стране. Моя справка. Уже не полсотни, а... Три сетей больше. Полторы тысячи. На сайте мы выкладывали их постоянно. А тут он писал все обоимы сразу. Тут и новое садоводство для дачников, школьных учителей, и диалоги с Мичуриным, и воспоминания о будущем, и новое садоводство для школьной биологии новой России, и даже «Лебединая песня» и прочие садовые рассказы. Я их добросовестно пересмотрел и пережил с утра до вечера. На это ушла неделя. Не укажем, найдется столько времени и терпения. Советую смотреть «Лучше выборочно» под названием фильма. Рассказчик железов хороший, а оператор, к сожалению, никакой. «Зритель только верит тому, что слышит, но чаще всего не видит ясно того, чем говорит автор. Дело в том, чтобы показать отчетливо такие детали, как раневая шейка, холмик высотой 5-10 сантиметров, бочку. Задача трудновыполнимая и для профессионального оператора». Чего скажу, выркая правда, только нет у меня денег на профессионального оператора. Железов мне напомнил Ираклия Андронникова. И талантом, и голосом, и юмором. Правда, Андронников артист, он красиво говорил о том, что волновало других, того же Лермонтова, например. Железов же говорит о том, что волнует и мучает самого. И потому еще естественнее и убедительнее. Спасибо. Я буду всю жизнь теперь оставшуюся гордиться. Чтобы меня приравняли к Ираклию Андронникову. Самый лучший артист, самый разговорный жанр, скажем так. Так, «Как всякий Акын». Ух ты, я уже Акын здорово, спасибо. Он часто повторяется. Повторение, конечно, мать усения. Но это и краска, и сеться таланта. Думаю, если бы мать-сестра и ближе познакомились, да сурово подредактировать, то можно было бы утиснуть все сюжеты в десяток уроков. Да, пожалуйста, госзаказ, и все будет. Это сделал бы Железова доступнее для рядового интернет-читателя. И Железова много, и много у него противоречивого, непонятного, но ничего страшного в этом нет. Мы им дело с природой, имеем дело с природой. Она женского рода, прекрасна, противоречива, непоследовательна, непонятна, как всякая женщина. Вот так вот мнение о женщинах у меня, с мужиков. У нее может быть и так, и эдак. Вчера одного, сегодня другое. Одна земля не похожа на другую. Железов говорит, что классические приемы садоводства в суровых условиях Сибири не работают. И больше того, вредны. Но ни разу не оговорится, что, возможно, его советы и рекомендации... Внимание! Вот эта фраза. Ни разу не оговорится, что, возможно, советы и рекомендации не годятся не только для Папуаса в Новогвинее, но и садоводов в Европейской части России. А что-то не сработает и на Урале. Так, ну тут мы немножко разошлись в помнениях. По-моему, сработает и на Урале, и на Европейской части России. Вот. Не калечит почву, не калечит деревья. Что это такое? Это сработает везде. Как настоящий садовод железов пытливый, настырный, неуемный. Спасибо. Он все хочет знать. Пытается понять. Порой не очень убедительно трактует то или иное явление. Вот тут бы наука и должна помочь. И ему, и себе. А она молчит. Я знаете, почему молчит? Железов говорит. Потому что ее больше нет. Садоводческой науки больше нет. Вот Железов и ругает ученых за безразличие и пренебрежение к его вопросам. С вызовом кричит, что его сад и его вопросы на 100 лет опережают то, чем занимается наука. А что с нее нынешней науки взять? Она на заднем дворе у нас. Ни ей внимания не удивляет. Ни она полуживая на запросы жизни не реагирует. Правильно. Правильно пишите. Прочитал Давича биографию директора одного знаменитого института садоводства. Агроном. Кандидатская по технологии выращивания пшеницы в полесье. Белоруссия что ли? Докторская по эффективности выращивания зерновых. Академик. Может он и агроном неплохой, и экономист замечательный. Но каким боком он причастен к саду? Как любитель, наши науки не способны объяснить, почему Железов в саду растет то, что по всем представлениям расти не должно. Потому никто и не едет. Вот если правительство задание такое дал, вот тогда почесались. А правительство, это я сейчас, опять моя, я чуть в сторону, пусть я затругаюсь, моя соска. Правительство доверяет науке. Как оно может дать задание, когда, значит, Медведев, это самое, на каком-то приеме, ему передали мой диск. Ой, жалко, надо показать вам сейчас. Вот, под рукой нету, не буду время терять. Вот. Так вот, этот диск, там только штук 200 моих фотографий, которых не может быть никогда. Вот. И тот, кто ему давал, попросил, значит, Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, посмотрите, может быть, это надо нашей России. Это вот садовод из Сибири, его диск. Вот. А на ним 200 фотографий немыслимых. А он взял в руки, это мне рассказывали настоящий человек. Вот. А он взял в руки этот диск, передал там помощнику или кому-то, и говорит, вот сейчас у меня изберут президента и разберемся. То есть это было предвыборное как-то мероприятие. Вот. Я понимаю так, что секретарь ДИС попал ученым. А это они должны были сказать. Караул сенсация, это самое. Давайте, господин президент, займемся этим делом, вы нам денег подкиньте, а мы раскрутим железо и эту технологию внедрим в более таких ух-ух-ух масштабах. Вот. Ну, естественно, получается, правительство ничего не знает, а наука ничего не хочет. Вот так получается. Круг замкнулся. Вот. Ну, это я так, к слову. Мне тут вопрос, знаете, какой задали? Это один из вопросов к вебинару, который именно сегодня, 22-го, состоится. Вот. Значит, какое было первое культурное дерево? Я там отвечу, здесь уже не буду отвечать. Самое первое, какое оно было, никто не знает. Вот. А методы мастерполяции? Может дойти до этого? Вот. Вопросов железо вставят столько, что и целому институту сразу на них не ответить. Надо вместе искать ответы, надо сотрудничать. А у нас на это не очень настроено. Проще войну начать или объявить железо дилетантом и не обращать в него внимания. Наука на поклон не пойдет. Не только потому, что она гордая, что у нее диплом, справки, свидетельства. Ей не с чем идти к людям. Наверное, есть отдельные талантливые человеки, которые могли бы подсобить, но они могут и не знать о феномене железового. И бросить свои дела не могут. И денег, даже на одну поездку в Садогорск, такую даль, у них может и не быть. А железо верит, что кто-то появится. И правильно делает. Если любишь, надо верить. Даже если надежды временно отсутствуют. Это абрикос моего сада. Мы знаем, мы живем разобщенном, дезориентированном обществе, у которого нет цели. Кто влез, кто подорвал, кто вчера туда, а сегодня обратно. Где трудно отличить хорошее от плохого. Где одни заблуждения борются с другими. Все пронизано эклектикой, отпечатки которой неизбежно несет на себе каждая. В жизни мы оголтелые материалисты. А когда сталкиваемся с непонятным, тут же впадаем в идеализм. Объясняем это божественным промыслом. Железо постоянно отрекается от арминизма. О свое неприятие обрезки. Насильственное изменение кроны дерева, например, объясняет тем, что не просто нарушает естественную форму кроны, но и предусмотренное всевышним распределение осадков под кроной. Ой, спасибо, Александр Алексеевич, вы это понимаете. У капустных, например, это я фотографию капустного кочана показывал всем. У капустных, например, листья расположены так, что дождевая влага попадает к основанию стебля. А у плодовых, а ну-ка, нет у меня фотографии. А, не стал вставлять. Вот. А у плодовых распределяется подальше от штампа, по всей площади распространения корневой системы. Это ярко и убедительно описал в фундаментальной книге «Жизнь растений» Антон Иозеф Кернер фон Мари Лаун. Ух ты, 19 век. Академик, профессор Венского университета, директор ботанического сада. Только австрийский ботаник объяснял строение растений, их жизнедеятельность, целесообразность появления у них технических признаков, зависимости от внешних условий и раздражителей с точки зрения естественного отбора эволюции. Сан-Нагорский исследователь, не признавая эволюцию, но это неправда, признаю, вмешивается в своей гипотативной гибридизации в жизнь растений, изменяет их сущность, в то же время, по-моему, излишне часто упоминает имя Творца, который якобы всё заранее предусмотрел. Да, он предусмотрелся в 21 веке, именно сейчас, сегодня, когда вы включили свой компьютер или телефон, вот, вы это смотрите, всё это было предусмотрено заранее. Я, железо, утверждаю, что мы ещё с вами, все, кто это слышит, меня, и я, в том числе, и Александр Ильич Шеребрик, ещё нас не было на свете, всё заранее было предопределено. Если вы скажете, у меня есть важнейшее доказательство, простое и понятное, надеюсь, всем, почему всё предопределено. Именно потому, что, что бы ни было в вашей жизни, друзья, это я как философ рассуждаю, что бы ни было в вашей жизни, как бы она ни проходила, сколько бы умных поступков вы совершили, сколько ошибок, вот, и кажется, сколько раз локти кусали за неправильные поступки. Вот. Всё, над каждый момент, казалось, что именно так и должно быть. Вот. Зависело и от внутреннего состояния человека, и от характера, и от ураганов, и какая была зима, и кто родители. Но как бы это ни было, предопределено только потому, что сейчас, в эту секунду, когда вы смотрите эту передачу, вот эти мои слова, именно это случилось, и когда вы не родились, это и должно было случиться. Вы скажете, вот и мне бы снова бы родиться, я круглоподруг. Нет. Прошлое не вернёшь. Всё предопределено. И то, что эволюция, и то, что объективная гибридизация была изобретена не мной, но флаг упавший после Мичурина пришлось поднять обратно. Вот. Вот тем интересна жизнь. Вот. Пойдём дальше. Железом, это, кстати, эти королевские абрикосы из Франции, Железом пришёл с удовольствием, когда Мичурина страна забыла. А если какая-нибудь зараза вспоминала отечественного гения, то есть для того, чтобы бросить ему прёк, в непонимание им великого гороховода Менделя, или обвинить во всех грехах за нежелание ждать милости от природы. На переворванных цитатах долго покоилось и превратное представление Мичурини самого Железова. Наконец ему попали в руки книги великого судовода, и он стал изнеситься к нему иначе. Справка Железова. Всё, что я открыл, это до того, как я открыл книгу Мичурина. Подчёркиваю. Потом оказалось, что мы где-то шли, одним путём где-то разошлись принципиально. Теперь он начинает вести диалог со своим великим предшественником. Назвать Мичурина своим учителем, Мария Кассивна, затрудняется, потому что не учился у него. А последователь, он тем не менее явный. Я вижу много схожего в их характерах и судьбах. Оба самоучки учились больше у самой природы. Одного преследователи, а другого преследуют, и нехватка заказов. Вот собрал бы 1020 семян, вот собрал 1020 семян и Костик, Золотой фонд России, а он никому не нужен. А значит и средств нехватка, непонимание и убийственное равнодушие со стороны неопытных садоводов и презрительной насмешки авторитетов. Как у Железова, как и у Железова, Мичурина долго игнорировал отечественную науку, хотя сам он относился к ней с благовоевением. Он много читал, активно откликался на все новое, что появилось в печати. В записках на память к весне 16-го года в СССР, например, такое. Выписать крыжовник, привитый на акации, ух ты, крыжовник, ничего себе, на акации от Медвинского, объявление о прогрессивном садоводстве, номер 19 за 15-й год. Поддерживали, призывали только академик Пашкевич, профессор Кичунов, АФ, профессора, Рудский, Рытов и вице-президент общества садовода, Вечевский. Ничего себе, меня только один ребрик поддерживает. Работы, как и железо, зацел и студ. Никакой поддержки от государства Иван Владимирович не получал. Даже после того, как нашим самородкам заинтересовались США и стали переманивать себе. Мичурин стучался в наш русский департамент земледелия о необходимости основания такого учреждения, в котором занимались бы выводкой новых, лучших по качеству сортов. Предлагал свои добыты 35-летним трудом. Кстати, у меня сейчас 36 лет получилось. Совпадение, да? Но это на момент написания этой статьи ребриком. Предлагал свои добыты 30-летним с трудом знания, но все оказывается напрасным. У них, видите ли, нет на это при этом ни денег, ни желаний, да еще кроме того, им нужен для начала дела не с сознанием, а с дипломом несуществующей науки выводки новых сортов растений. Это про Мичурина. Железо наверх не стучится, ограничится вздохом. Эх, если бы там про это все знали. Мой самопровозглашенный сорт Фаина. Так, это все, или еще текст будет? А, еще текст будет. Тогда давайте полюбуемся на мои самопровозглашенные сорта. Вот, говорили, это груши. Это сливые ребята. Возмущало Мичурин и равнодушное отношение к новым сортам русских промышленных питомников, которые, как сейчас, упорно насаждают европейский ассортимент. Американцы приезжают и возят из-под носа русских лучше новые сорта для пополнения своих ассортиментов. Вот так. Видели? А наши дюн-дюки вот, то было слово зараза, а это уже с прошлого. Так и оригинали. Уметь лишь развивать рот. Сочинение в четырех томах, том первое и так далее. Но тут в стране случились перемены и Мичурину повезло. В современной перестройке я не услышал ни одного доброго слова обтяжской революции. Дети октября уже так, дальше. В наше время. В современной перестройке я не услышал ни одного доброго слова обтяжской революции. Дети октября уже мокли на веки. Приличные люди жнуков прорубка молчат, а опять одни жертвы. Все якобы из больших дворян, князьев, графев, генерал, депутатов Госдумы и прочих знатель. Если верить этим, то народ блаженствовал, холопу, еще тогда завозили с Абиссиния, как сейчас в Средиазе. Никакие перемены не нужны были, тем более не случились. Так, загляну вперед, посмотрю сколько осталось текста. Ага, все понятно, значит, понятно. Наверное, мы сделаем так, вот сейчас я остановлюсь, потому что иначе остановится сама видеокамера и продолжу через минуту уже как бы вторую серию. так, благодарю за внимание, но не прощаюсь. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok